здравствуйте дорогие друзья в эфире программа полевому краю давно не виделись собственно говоря с вами тем не менее новости придется обсуждать те которые я готовил еще неделю назад к несостоявшимся выпуску потому что буквально по дороге сюда в студию на запись программы снова поймал новость о том что суд оставил под арестом под домашним небезызвестного кинорежиссера задержанного по финансовым махинациям по подозрению гражданина серебряников почему собственно говоря на этой теме хотелось остановиться и до и уже когда собственно говоря отоптались наверное все кому не лень по по ней тем не менее думаю надо а именно вот по поводу того что отоптались уже сложилась определенная такая тенденция кто-то значит начал кричать что это опять тридцать седьмой год кто-то что да даешь правильно наказали такого вот толераста надо и наказывать и еще строже деятели культуры если ничего не путаю уже более семидесятков высказались в поддержку там письма пишут что ручаемся берем на поруки и вообще такой хороший заслуженный так далее так далее вот собственно говоря послушав все это хочу обратить внимание ваши друзья на совершенно другой аспект посмотреть под другим углом на всю эту ситуацию а именно вот те товарищи которые кричат что у гражданина серебряникова есть право с дескать свободы слова он должен высказываться он художник собственно говоря а его за это наказывают понятно что притянуто за уши но собственно говоря этим правом свободы слова хочу сегодня воспользоваться так вот то что делал ням-ням-ням в гоголь-центре гражданин серебряников я бы охарактеризовал наверное не как творчество и даже не как искусство а вот мое сугубо субъективное мнение моя такая вот свобода слова распространяется вот это вот эти испражнения от искусства назовем их так собственно говоря несколько лет на месте некогда традиционного знаменитого драматического театра имени гоголя гражданин серебряников внедрял в массы вот хочу такую свободу слова отправить именно таким образом но и тут хочу отметить вот что ведь никто не препятствовал ему вот в этих его искусство как бы сказать из кустов да вот это искусство никто не пресекал более того из бюджета государственного на все это делал выделялись средства то есть фактически правительство поддерживала вот это такое же там наверное такие же толерасты да то есть все это поддерживали финансировали и фактически дали то по рукам когда вот эту поддержку стали растаскивать ну по крайней мере такова официальная версия следствия да то есть неправильно мало внедрял эту свою субкультуру гражданин серебников в массы половину того что надо было внедрять он распихивал ну если верить следствию опять же по карманам вместе со товарищами и за это его наказывают почему здесь радуются граждане так называемые патриоты я не знаю собственно говоря чего радоваться ну понятно что 37 годом здесь не пахнет понятно что идет идут разборки меж своими то есть мы тебе дали где гей где деньги зин но вот вся эта показательная поддержка которая уже пошла даже от европейских каких-то ассоциаций деятели культуры и так далее так далее говорит о чем то есть кого угодно судить можно кого угодно задерживать можно и собственно говоря тут все кричат да это правильно это вот собственно говоря правовая система надо наказывать но когда дело коснулась вот этой вот назовем их сектой касты они себя считают но мы будем называть так когда их коснулась тут же включается круговая порука не трожь наших из чего нормальный человек делает вывод простой похоже рыльца то в пушку у всех иначе чё так забегали задергались и тут интересно вот еще что по поводу всей этой шумной кампании до сих пор не высказался такой известный борец с коррупцией как гражданин навальный что в принципе у меня вызывает например вопросы а где собственно говоря фонд борьбы с коррупцией если коррупция была пусть фонд выскажется да пусть если считает что это гонение тридцать седьмой год скажет нет вы не с той коррупцией боретесь отпустите хорошего дядю он не брал вот те берут вон там смотрите и дальше по списку как обычно да там начинаем от интернет покупок кроссовок онлайн и раскручиваем целую гипотезу на эту тему молчит точно также отмолчался гражданин навальный вместе со своим фондом по поводу уже начавшихся слушаний по двум еще интересным делам да за судебные заседания были отложены но слушание то начались это по делу бывшего губерната белых и по делу бывшего министра улюкаева что это как не коррупция людей взяли на взятки на горяченьком как это говорит называется на языке оперов собственно говоря с поличным и тут опять же где фон борьбы с коррупцией это была коррупция или это провокация подстава я не знаю там 37 год инсценировка и все что угодно хотя понять наверное граждан навальных и компании в каком смысле можно потому что вписываться в эти дела им боязно если они значит все-таки поддерживают такую борьбу открытую с коррупцией значит им приходится солидаризироваться с властями что они делать никак не хотят защищать того же улюкаева которые на первом заседании судебном фактически вот с моей точки зрения как не юриста как человека который просто как бы отслеживает политику и следит за этим всем фактически гражданин улюкаев признался в содеянном а именно он заявил что была провокация взятки со стороны там кого там сечина и его людей дескать ну вот они его спровоцировали а он и взял то есть фактически человек признал да я беру а меня вот на этом деле подставили спровоцировали знали гады что я возьму поэтому подсунули деньги вот в таком даже небольшом объеме как говорят эксперты для министра да я не удержался и вот поддался на эту провокацию молчит молчит гражданин навальный почему я собственно говоря про него вспомнил потому что тоже из потока свежих новостей появилась довольно интересные такие отметки из разных регионов люди из штабов навального стали уходить почему потому что посмотрели что то во что они верили на тех призывах когда фонд красиво рассказывал в своих роликах не согласуется с тем что происходит на самом деле в том числе знаменитые загран поездки гражданина навального его окружении его семьи и так далее так далее буквально только что я думаю вы это все тоже уже отследили и сразу становится понятно тут прочитал я одно из заявлений уходящего бывшего адепта навального что дескать устроился хорошо парень занял должность главного позиционера номер один которая неплохо финансируется и ни к чему не обязывает наверное так действительно собственно говоря и есть и вот эти все процессы которые навальный упорно не замечает говорят о том что реально эта коррупция его не очень интересует тем более не интересует скорее всего дело белых потому что как мы помним гражданин навальный до сих пор находится под приговором по киров лесу в кировской области откуда собственно говоря губернатора бывшего белых издернули с кресла то есть в определенных кругах это наверное можно было бы назвать подельниками молчат ребята не хотят поднимать а тем не менее вот эти вот вроде бы шумные судебные процессы пошли но как-то вот незаметно больше интересно вот пошуметь про серебренникова по собирать за него подписи вписаться обсудить про тридцать седьмой год а реальные дела не замечать тем не менее осмелюсь дать интересный прогноз потому что столкнулся с такой статистикой что дескать какой то я уж не помню ну предположим один из фондов общественного мнения высветил вот какую тенденцию люди не верят что гражданин улюкаев получит действительно реальный приговор что это дело будет доведено до конца скорее всего по мнению граждан наших большинства наших сограждан дело спустят на тормозах как-то бывало и в пример естественно респонденты приводят все тоже там а вот смотрите сердюков до сих пор по постам прыгает должности занимает а вот госпожа васильева улыбается в кадр картины песни записывает и так далее осмелюсь вот все таки дать прогноз дело улюкаева доведут до конца скорее всего даже до реального срока и естественно когда это будет правильно к выборам к выборам президента российской федерации чтобы показать кто в доме хозяин поэтому все кто думают что и не верят что эти дела все-таки будут доведены наверное есть смысл поспорить собственно говоря почему эти дела и сейчас стартовали как раз можно аккуратно их вывести к весне будущего года на финишную прямую с тем чтобы народ собственно говоря как это получил новый драйв посыл такой вот да да то есть вот ну наверное не очень соизмерим будет но крым наш вот это уже как бы остыла а теперь вот да вот они вот они посадки то реальные ну понятно что отталкиваясь от дела серебряникова наверное там то все может уйти в какой-нибудь даже условный приговор скорее всего тем более такая вот шумиха пошла а вот за делом белых и улюкаева я бы порекомендовал последить поподробнее ну еще раз говорю забавная в данной ситуации молчание наших профессиональных в кавычках борцов с коррупцией больше новостей наверное сегодня обсуждать не будем хотя есть еще пара моментов но больше хотел бы тем услышать от вас предлагайте спрашивайте чтобы была такая вот взаимная наша двухсторонняя связь и чтобы вам было интересно но и мне по потренироваться что ли на отвлеченные темы или темы которые интересуют вас а не только меня до встречи на красном т.в. на ленинградском интернат телевидения всего доброго